В конгресс США внесут резолюцию об отстранении Байдена от власти. Сообщает Fox News с ссылкой на источник в ведомстве. Причины. Джо Байден. Да, да. Джо Байден. Да, да. Джо Байден. Да, да. Джо Байден. Да, да. Причины. Доклад специального советника Роберта какого-то там о работе Байдена с секретными документами. Хотя в нем и не содержалось никаких обвинений. Посмотри, видос голая правда. Короче, это все уже не первый раз они пытаются отстранить Байдена. Говорят об этом. Что мы там сделаем вот это, его отстраним. По итогу что? Никто его отстранять не будет. Ему осталось-то недолго. Ну, я имею ввиду до конца президентского срока. Так что я очень сильно в этом сомневаюсь, что его будут отстранять. Или это дойдет до отстранения. Пока это все сделают, пока примут и так далее, уже выборы начнутся. А там, соответственно, Байден проиграет просто уже на выборах. Так что, да, да. Такие вот пироги. Дальше, что у нас еще? Что у нас еще по новостям? На Киеве кошельках осталось около 4,5 миллиардов рублей. По подсчетам агентства по страхованию вкладов. Порядка 277 миллионов рублей находятся на анонимных кошельках с лимитом до 15 тысяч рублей. Среди этих миллионов есть, возможно, ваши копейки. Ваши 15 рублей, ваши 20 рублей и так далее. Реально. Вот. Да. Вот. И таких кошельков 1 третья миллиона. Хесус, как думаешь, кто победит на выборах? Да ебан, что ли? 2 и 3, 5 миллиардов на кошельках с упроченной индефитикат сосать, сосать, сосать. Короче, да, х**, там денег осталось, ребята. По сути, каждый, кто хранил деньги на Киеве, 15 рублей, 20, все эти ваши деньги пойдут теперь на ракеты. Вы думаете, этот Киеве просто так, что ли, прикрыли, да? Просто так, думаете, прикрыли? Не, не просто так. Все эти деньги пойдут государству в карман. А потом сами знаете куда. Просто отжали очередной бизнес. Вот и все. Плюс еще Киеве был таким дешевым конкурентом для других банков. И им было проще его ткнуть. Чтобы он не мешал просто где-то, да? А всех клиентов себе забрать. А те деньги, что заблокировали? Слизить под видом того, что якобы Киеве спонсировали террористов, анонистов, экстремистов и так далее. Да, вот так вот и работает. Видите, как бы в России сейчас такая экономическая ситуация шаткая, денег мало. Надо отовсюду их высасывать. Сажать блогеров всяких, блиновских. Ну, и этого уже мало стало. Решили отжать Киви. Что я могу сказать? Когда эти деньги закончатся, будем наблюдать, у кого что еще отожмут. Да, да. Что это было? Дальше. Дальше. Верховный суд в очередной раз, неожиданно для всех, признал законом отказ по одному из исков Надеждина. Короче, Надеждина в очередной раз послали. Хесус, как думаешь, кто победит на выборах США, сэр Байден или Трамп? О, блядь, алё. Возможно, скорее всего, Трамп. Спасибо, Алексей Анатольевич. За 2 доллара. Вот, короче, Надеждина опять послали куда подальше. Потом, потом, что еще? Потом, потом, что еще? Потом, потом, что еще? Что еще? Потом. Фрамитамер про онлайн на трансляциях. Ой, блядь, что такое большое-то? Что же Фрамитамер говорит? Контролеры онлайна, кто их нанял на работу, блядь? Почему они каждый стрим докладывают? У меня заходит тысяча человек. Что с онлайном? У меня четыре тысячи, маленький онлайн. У меня там восемь тысяч. О, весь онлайн. Просто п***ные дети, которые привыкли жить мерками цифр. Просто угомонитесь. Вы понимаете, что онлайн это показатель одного момента? Он может быть сегодня тысяча, завтра пять тысяч, послезавтра пятьдесят. На каком-то разном контенте, времени, в зависимости, какие еще люди стримят в параллель. Как будто вы не понимаете системы, что человек может запускать трансляции просто в свое удовольствие. Хайп и вся эта история с просмотрами создаются человеком. Если там стабильно стримить, делать ирлы, придет этот онлайн, люди, обсуждения. Но типа цифры это не все, что нужно, по крайней мере, мне на данный момент. Но люди, которые приходят в чат, для них это шоковое состояние. Они так переживают, сравнивая мой онлайн. Но я не переживаю, сейчас я делаю то, что хочу, что у меня на душе. Ну вот, видите? Оказывается, не только у меня жопа сгорит с этих щитоводов. Даже Фрамитамер, будучи психологом, сгорел на них. Фрамитамер, я тебе так скажу. Делай проще. В банных, пермач. У меня таки отлетают туда-сюда, просто один за другим. Реально. Сейчас, ребят, неожиданная новость. Вы готовы? Нас всех развели. Сериал «Слово пацана» был частью предвыборной агитации Путина. Весной прошлого года в администрации президента РФ в Москве встретились с начальниками управления. Федеральные чиновники и политтехнологи, чтобы обсудить предвыборную кампанию Путина, сообщает какой-то портал. На встрече обсуждались десятки фильмов и сериалов, которые использовались как предвыборная агитация или пропаганда. Например, сериал «Слово пацана» показывает избирателям свидетельство качественных изменений жизни в России как устойчивого тренда. Ну, типа, 80-е было вот так вот х***о, люди убивали друг друга, бандитизм, преступность. А сейчас Путин, современная Россия, ничего такого нет. Ну, поняли, да? Хотя, конечно, всё что угодно можно притянуть тогда. Любые фильмы, где снимают что-то, какие-то боевики, типа, да? Надо. То есть, как бы… Знает, то есть, ну, какая-то х***а реально. Не знаю, насколько это правда может быть. Ах ты, сука! Министр обороны Греции заявил, что они должны готовиться к войне с Турцией. Также он добавил, что в этой войне Греции никто не поможет, даже США и Европа. О, господи, заеб... А можно не воевать, пожалуйста? Так, дальше чё, дальше чё, дальше чё. Ну и тут сейчас, сейчас какие-то новости очень странные. Навального должны были обменять незадолго до его убийства. Информацию подтвердила его соратница Мария Певчих. По её словам, Навального ещё двух американских граждан должны были обменять на киллера и офицера ФСБ Вадима Красикова. Певчих узнала, что переговоры находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. А на следующий день Навального убили. Ты говорил это. Ну я предполагал, что такой вариант возможен был бы быть. Но. 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 Что? Штефанов обратил внимание на одну штуку. За месяц до убийства Навальный писал, что вернулся в Россию из-за своих убеждений. Внимание на это обратил историк. Историк. Александр Штефанов. У меня есть моя страна и мои убеждения, говорил Навальный. И я не хочу отказываться ни от страны, ни от убеждений. То есть как бы намекая на то, что Навальный бы не согласился на обмен. По мнению Штефанова, эта позиция может свидетельствовать о том, что Навальный бы не согласился на обмен. Сама Пятчик заявила, что Навальный вернулся в Россию не для того, чтобы его на кого-то меняли. Оставаться в России принципиальная позиция Алексея. Как бы, конечно, возможно, что-то поменялось. У Навального как-то, я не знаю, там, ну, сами понимаете, сидеть в тюрьме в таких условиях, как бы, ждать смерти тоже нехороший вариант. Не очень-то и круто. Поэтому, может быть, такое реально было, обсуждали и так далее. Но, всё равно, один хуй уже, какая разница. Уже поздно. Уже всё. Ой, чё там? Какой-то, кстати, конфликт происходит между Мелстроем и Бустером. Уже не первый раз они друг на друга чё-то говорят. Можно нормальную движуху сделать. Ребята из Беларуси, передайте привет 375-29-395-375. Вообще дурак, что ли? А, можно нормальную движуху сделать. Я против Бустера 1 на 1 играем в КС. Если я выигрываю, то я еб... Дилару. Если он выигрывает, я ему 10 миллионов дам. Мелстроя предложил Бустеру сыграть в КС 1 на 1 за Дилару. На что Бустер ответил, чё? Мне не хочется взаимодействия с Мелстроем, мне не нравится человек. Может, у него какая-то обида. Он комментирует Дилару за внешность, чел. Мы в 24-м году. Я понимаю, у тебя атрофировался мозг от твоей движухи. Но успокойся, занимайся своим делом, своей жизнью. Ну, вот реально какую-то предлагаю, тут соглашусь. Реально. Чё за бред? Я ва... Алло, блядь. Ой, блядь, шо это такое? ЕС... А, о! Офигенная новость, ребят. ЕС заплатил России за покупку нефти и газа в 22-м году больше, чем выделил денег Украине за 2 года конфликт. Нормально? Так. Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации украинских срочников, который распространяется на военных, находящихся в армии с момента начала СВО. О, как. OnlyFans – самая прибыльная подработка в США. Опа. Об этом сообщила служба налоговых деклараций. Средний заработок в год на платформе около 5000 долларов. Следующие четыре места выглядят так. Walmart, Instacart, Amazon Flex, GrabHub. Durdash 2600. Uber 2000. Чё? Instacart 3,5. А что такое Amazon Flex? Это тоже, типа, доставка или чё? В год? Не, ну это, наверное, в месяц, типа, средняя... Нет? В смысле, в год? Какой в год? В месяц, наверное. Ссылка в чате. Спасибо всем большое. Пусть DNS сменит. У меня тоже с Вечем была проблема. Братан, DNS смени какой-то. Решил попробовать Алексей Шев... Ебать, это чё за хуйта? Это телефон реально такой огромный? Или это просто в руках Шевцова он выглядит таким большим? Дец, ебать, лопаты квадратные. Ужас. Это телефон? Серьёзно? Блин, по размеру, как монитор. Ты посмотри. Я не понял, что это ракурс какой-то странный. Как будто Шевцов или гигант. У него такая рука, типа, огромная. Знаете, как монитор, блядь, размером. Типа, здоровая ручища такая, блядь. И он держит в руке здоровый планшет. Или же всё совсем наоборот. Шевцов просто встал на табуретку. Ладно, всё окей, я шучу. Ээээ, да.